Духовное наследие формирует культуру наций и закладывает основы вечных ценностей. Забота о нем возрождает традиции и веру в добро. Именно поэтому знаковым событием стала презентация иконы 16 века Богоматерь Адигитрия, которую отождествляют с легендарной иконой Божьей Матери Армянской, одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. Событие было приурочено ко дню иконы Божьей Матери Армянской, установленного по освидетельству историков 27 июня 1791 года в день освящения отстроенной армянской церкви святого Николая Феннице Подольском. А 27 июня этого года в Киеве в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Хоменко ценная реликвия была презентована общественности. Вы знаете, что иконы это образы святых, а самая главная святая в христианской церкви это Богоматерь, которая родила на свет единородного сына. И вот она первая заступница, чтобы передать все наши просьбы перед своим сыном и заступиться за нас, походатайствоваться. Поэтому, когда мы чистым образом искренне молимся, обязательно она эти молебни преподносит к своему сыну и очень часто свершились чудеса при молении перед этой иконой. История иконы насчитывает века. Известно, что икону Божьей Матери Армянской, установленной в Каменце Подольском, почитали верующие всех трех христианских обрядов города – армяне, поляки и русины. А попала она туда из Херсонеса Таврического современного Севастополя еще в 14 веке. На этот час мы можем уверенно, после проведенных исследований, утверждать, что эта икона выникла не раньше, в начале 16-го столетия. Нашими науковцами было проведено значительную исследовательскую работу, как документальные исследования, так и исследования технико-технологичные, мистецко-знавчие. Идентификация этой иконы произошла перед всем за сравнением ее изображения у книги Сенцицкого «Место Каменець Подольский». Цю книгу было выдано в 1895 году, то есть в тот момент, когда икона Верменской Божьей Матери находилась еще в Деющем соборе. В 20-е годы собор был разрушен, пограблен и доля этой иконы была неведома до последнего времени. Вам огромная благодарность, спасибо вам, что вы смогли реставрировать, восстановить истину об этой иконе. И сегодня вот украшает ваша экспозиция, украшает стены этого прекрасного музея. Польские исследователи ссылаются на легенду о том, что икону привезли в Крым в X веке из столицы царства армянских багратидов, города Ани. До 1672 года она находилась в старейшем армянском храме Каменца Подольского, в соборе святого Николая. По преданию, во время одного из турецких набегов икона попала в руки турков и была вывезена в Македонию. Однажды ее случайно увидели армянские купцы, которые выкупили реликвию и возвратили ее в родной храм. После его разорения в начале 20-х годов прошлого века и до последнего времени икона считалась утраченной. Сегодняшняя мероприятие – это дополнительный повод подчеркиванию многовековых связей Армении и Украины, всех жителей, вне зависимости от конфессии. Я думаю, что с сегодняшнего дня музей Украинский Эрмитаж, как называют музей Ханенко, стал родным местом для армян Украины, для армян всего мира. Богородица почиталась как покровительница. По преданиям, она неоднократно спасала Каменец Подольский от захватчиков, чудесным образом показываясь в пламени на оградах города. Люди веками исцеляли душу и тело у чудотворной армянской иконы Божьей Матери по ее молитвам. Самое главное, что эта икона называется «Армянская Богоматерица», самое главное, что она находится в этом прекрасном музее. И очень важно, что этим мы подтверждаем, что армяне жили и дружили с украинским народом веками. Я, как посол, просил бы Бога, просил бы икону, чтобы эта икона еще более укрепила дружбу между украинским и армянским народом. Вы знаете, даже удивительно, как орнамент из фона иконы перетекает в орнамент этих стен. И кажется, что она всегда тут была, хотя ее доля была такой важной. И я думаю, что не могло стать, чтобы она пропала. Потому что чудотворная икона пропасть не могла. Организаторы мероприятия Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и Союз Армян Украины позаботились о том, чтобы легендарную икону смогли увидеть в Киеве. Презентацию посетили советник президента Украины Дмитрий Выдрин, заместитель министра культуры Украины Тимофей Кохан, известный режиссер и сценарист Виктор Грэйс, генеральный директор Национального музея трассы Шевченко Дмитрий Смис, совители иностранных посольств и киевско-армянской общины. И такие встречи, как сегодня, с иконами, это икона Богородицы. Известно, что и Киев, и Украина находятся под покровом Богородицы. Поэтому я думаю, что для всех граждан Украины, для жителей Киева, для гостей это большое событие и, на мой взгляд, очень важное. Президент Международной общественной организации «Гражданский союз Армен Мартиросян» вручил почетные грамоты инициативной группе, которая провела кропотливую работу над подготовкой иконы к презентации. Я просто хочу выразить огромную признательность, благодарность всем тем людям, которые занимались этой иконой, которые помогли сегодняшней нашей выставке. Исполнительный директор Союза Армян Украины Ашот Марутян также наградил медалями от Союза Армян Украины директора музея Веру Виноградову и профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Ларисы Скорик. Именно благодаря поиску и исследованиям ученых сегодня удалось установить тождественность иконы Богоматери, поступившей в 1940 году в фонды Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко из всеукраинского музейного городка и легендарной иконой из каменец Подольска, которая является реликвией армянского исторического наследия Украины.